Он любил очень сирень, любил ромашки, полевые цветы любил. Еще, мне кажется, весенние цветы все любил. Почти два года назад Владимир Карбаков ушел из жизни. Но 5 июня, в день его рождения, друзья и родные все равно покупают эти цветы. Букеты сегодня принесли к могиле художника. Человек всегда жив столько, сколько жива о нем память. А память о Владимире Николаевиче осталась в его картинах, в его поступках, в его делах. И я уверен, что память об этом человеке будет жить еще долгие-долгие годы, в века, в его полотнах, в его творениях. Увековечить память о мастере решили еще одним способом. На могиле художника сегодня открылся мемориал. Его эскиз разработал Александр Кондуров. Рассказывает, он сразу решил, руки гранитного Карбакова будут прижаты к губам. Он всегда так делал, когда утопал в мыслях. Еще на живописце непременно должна быть надета шляпа. Как тогда, 55 лет назад. Вот я однажды в городе встретил такого странного человека в шляпе с носом, с таким же, как сейчас. Он такой качающейся походкой шел по центру города и тащил на себя огромный холст с живописью наружу. Потому что он его только что написал. Признается, он до сих пор помнит. Это был пейзаж, написанный крупными мазками. В то время такое полотно выглядело очень авангардно. Через несколько дней Александр познакомился с Карбаковым и стал его учеником. Живописец был строгим преподавателем, но многого он требовал и от себя, даже в дни своего рождения. Мы собирались в мастерской, Владимир Николаевич всегда отчитывался, будем так называть. Этот отчет заключался в том, что он выставлял все свои картины, которые он написал за этот год. И шла такая непринужденная беседа, разговоры. 5 июня вокруг Владимира Карбакова всегда было много людей. Ничего не изменилось и после смерти художника. На Пашихонском кладбище сегодня собралось несколько десятков влагжан. Ольга Амелина, Алексей Романов, Новости Вологды.